Роза Ассирия Ассирия – описание сорта из Германии. Ассирия – это двухцветный чайно-гибридный сорт розы. Даже на фотографиях она притягивает к себе взгляд. А уж в живом виде Ассирия станет настоящей жемчужиной любого ландшафта. Краткое описание и характеристика. Роза Ассирия была выведена в немецком питомнике Ремер Кордес в 1978 году. Взрослый куст достигает высоты 75-90 см. Имеет прочные и прямые побеги, раскидистые и прямостоящие ветви. На них плотным рядом располагаются широкие темно-зеленые листья с матовой поверхностью. Ассирия украсит любой сад. Бутоны этого сорта имеют форму бокала, при полном раскрытии формируются в чашевидную. Цветок состоит из множества лепестков, которые плотно прилегают друг к другу. С одной стороны лепесток имеет насыщенный красный бархатистый оттенок, а с другой кремово-молочный. Диаметр бутона 10-12 см. На побеге располагаются одиночно. Аромат свежий, но слегка пряный. К сведению. Ассирия – древнее государство с богатой историей. Роза Ассирия получила свое название именно в честь него. Преимущества и недостатки сорта. Кроме внешнего вида, у данного сорта есть еще ряд преимуществ. Высокая мороза, устойчивость, подолжительность цветения, прямые и длинные. Удобные для срезки побеги, многолетние розы цветения. Но имеются и недостатки. Недостаток подкормки может спровоцировать хлорус, подверженность заболеваниям, мучнистой росе, ржавчине. Затрудненные размножения способом отводок. Бутоны после дождя могут поникнуть от тяжести. Использование в ландшафтном дизайне. Розовые кусты Ассирии удачно вписываются в дизайн любого участка, хорошо смотрятся на клумбах и вазонах. Они прекрасно гармонируют с другими растениями в цветниках и садах. Важно! Ассирию выращивают не только для красоты, но и для букетов. Гибрид очень хорошо стоит в вазах и не вянет. Роза этого сорта хорошо сочетается с любыми растениями участка выращивания цветка, как правильно посадить в открытый грунт. Для выращивания розу Ассирия приобретают в специальных питомниках или садовых центрах. Оптимальным вариантом для посадки является готовый саженец, так есть все шансы получить розу со всеми видовыми признаками. Важно лишь правильно его выбрать. Саженец должен иметь 2-3 крепких побега с почками. Корневая шейка должна достигать 8-10 мм, а ствол быть крепким и не иметь пятен гнилиния. Обратите внимание, любые пятна на саженце – это признак заболевания, их нужно избегать. Лучшая температура для посадки Ассирии – 12 градусов, поэтому розу сажают уже в конце весны, в начале лета. Выбор места роза чайна – гибридная Ассирия не любит влажных мест, поэтому сажать ее лучше на возвышении. Долгие прямые солнечные лучи также негативно влияют на кустарник. Важно, чтобы место было в тени какую-то часть дня, например, подойдет участок рядом со стеной дома. Но расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Как подготовить почву и цветок для посадки саженица с открытыми корнями предварительно замачивает в воде на 10-12 часов. Закрытые корни не требуют никакой подготовки. Роза Ассирия любит рыхлую и подкисленную почву, поэтому в грунт лучше предварительно внести смеси с песка, торфа, золы или мела. В это же время можно внести первую подкормку – суперфосфат. Правильная подкормка станет залогом длительного цветения. Розы Процедура посадки Пошагово посадку розы выполняют в таком порядке. Выкапывают углубление 60 умножить на 60 см. На дно ямки укладывают дренаж, небольшой слой песка с щебнем или керамзит. Помещают в углубление сажениц, аккуратно расправляют корни. Засыпают ямку, мульчируют почву вокруг шейки саженца. Обильно поливают и слегка рыхлят почву, чтобы корни получали больше воздуха. Уход за растением Как любой другой чайно-гибридный сорт осирия требует к себе должного внимания. Правила полива и влажность осирия не любят большой влажности, это приводит к быстрому загниванию корней. Поэтому требуется избегать застоя воды. Полив должен быть нечастым, достаточно раз в 2-3 дня. Нужно следить, чтобы почва под розовым кустом успевала просохнуть. Важно! Большой засухи осирия также не любит, поэтому в засушливую жаркую погоду полезно устраивать растению теплой душ утром и вечером. Подкормка и качество почвы за весь сезон роза должна получать не более 5 подкормок. Полезными будут минеральные удобрения, которые содержат много фосфора и калия. Из органических удобрений осирия хорошо отреагирует на раствор коровяка. Обрезка и пересадка обрезку для формирования красивой формы куста проводят весной и осенью. Любые засохшие или поврежденные побеги убирают сразу же. Пересадку проводят ажи в начале или конце сезона. Осирия – чайно-гибридный сорт, поэтому требует тщательного ухода. Особенности зимовки цветка до наступления периода покоя проводят обрезку. Затем укрывают куст пленкой или коробом из полиэтилена или картона. Почву над корнями можно прикрыть лапником или сухой листвой. Цветение розы Своим цветением осирия роза будет радовать уже первый год после посадки. Период активности и покоя цветения длится весь сезон с середины июня до октября до заморозков. Бутоны сменяют друг друга постепенно, с перерывами в две недели. Уход во время и после цветения увядшие бутоны нужно сразу же срезать ниже цветка до первой почки. Обратите внимание, розы, которые цветают в сентябре, можно оставлять. Это не даст кусту дальше пускать побеги. Что делать, если не цветет причинами отсутствия бутонов у розы осирия могут быть недостаток или избыток света, неправильный полив, нехватка фосфора и калия. Устранение этих причин должно быстро принести результаты. Важно, если же за долгое время роза так и не набрала цвет, стоит ее пересадить. Но нужно учитывать, что для растения это большой стресс. Размножение цветка Лучшим методом для этого сорта розы является черенкование. Но делать это можно только если сам саженец не был привит на шиповник. Зацветает осирия уже в первый год после посадки. Лучшее время для заготовки черенков – июнь, когда осирия уже зацвела. Тогда побеги будут крепкими и здоровыми. Проводится черенкование следующим образом. От побега этого года отрезают верхнюю часть на 10-12 см так, чтобы на нем осталось пара листиков. Бутоны следует удалить. Нижнюю часть обрабатывают раствором, стимулирующим рост и ставят в воду, либо помещают в смесь почвы и песка. Сверху черенок укрывают пленкой или колпаком, чтобы поддерживать влажную среду 22-25 градусов. Через 3-4 недели появятся заметные корешки. Сажают розу в открытый грунт в конце августа или начале следующего сезона. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Ассирия имеет низкую устойчивость к мучнистой росе и ржавчине. Чтобы избежать этих заболеваний, в начале сезона куст обрабатывают медным купоросом. Подозрительные листья с питными сразу же связают. Из вредителей данный сорт поражает обычно тля. В этом случае проводят обработку раствором октары или карбофолса. В остальном особых требований в уходе за розой этого сорта нет. Все предельно просто. Главное выбрать качественный саженец перед посадкой.